Дорогие братья и сестры, с одной стороны, последним быть вроде как хорошо, потому что сам питаешься словом и уже есть какое-то обновление духа и приятно говорить. С другой стороны, чувствуешь, когда последний уже, что народ все равно утомляется и я постараюсь не говорить долго, но я бы хотел все равно, чтобы мы имели это время для слышания слова Божьего и могли сегодня утверждаться в нем и в нем возрастать. Мы сейчас пели песни, и там есть такие слова «мы должны светить». Вы знаете, когда мы слышим какой-то призыв к нам о том, что мы должны что-либо делать, особенно когда проявлять любовь Христа, особенно когда светить, особенно когда являться примером. Вы знаете, нам легко представить, что кто-то, особенно если он в наших глазах духовный авторитет, мы говорим, вот ему-то легко, конечно. Вот ему светить, никаких проблем, но куда мне? Это вот проповедники, это вот евангелисты, это миссионеры, это пророки, вот они могут, а мне куда? Вы знаете, один человек однажды сказал, проповедник, он сказал такие слова, что Бог не так много использует дар, или скажем так, не так сильно даже использует дар евангелистов, чтобы спасать людей, как используют тысячи христиан, верных Богу, которые никогда не скажут, что проповедь Евангелия – это их призвание. Иногда нам кажется, что именно люди, которые призваны Богом, вот они могут, но верность твоя и моя Богу сегодня, она гораздо чаще используется Богом в плане благовестия, даже тогда, когда ты скажешь, что благовестие – это не мой дар, но Бог использует, потому что свет, вообще, вы знаете, свет, он не разговаривает. Отличительная черта света – он светит молча. Очень часто мы сегодня имеем такую установку для себя, я должен проповедовать Евангелие всем, говорить, это правильно, это неплохо, но если наши слова предупреждают безмолвный свет нашей жизни, тогда мы рискуем показать людям или сказать людям то, чего на самом деле нет в нас. Поэтому пусть Бог нас благословит. Я хочу поговорить сегодня о таком вопросе, который есть в моем сердце, поговорить о вере и о суеверии. Вы знаете, я думаю, что мы сегодня можем сталкиваться с этим в своей жизни, мы можем сказать, я вообще этот человек не суеверный. Суеверие – это вообще христианству никаким образом, никаким боком не подходит. Дело в том, что суеверие – это такая интересная вещь, что она приобретает очень даже христианский вид. И когда мы разбираемся в том, что такое суеверие, чем оно отличается от веры, в Библии вообще нет понятия суеверия. Суеверие – это пустая вера, вера бесполезная, вера, которая не имеет никакой основы в своей жизни, вера, которая не развивается, не растет, не становится более сильной, она всегда в одном положении – это мертвая вера. Поэтому суеверие, оно имеет, к сожалению, в жизни христиан, в жизни церкви, оно находит свою какую-то нишу, где может жить и даже иногда жить долго. Я хочу прочитать буквально сразу три места священного писания, чтобы поговорить и начать об этом разговор. Первый – это Луки, 5 глава, 8-10 стихи. Я не буду читать весь этот отрывок, всю эту историю, потому что мы ее все прекрасно знаем. Это речь идет о Иисусе Христе, который пришел к воде и увидел там рыбаков, будущих апостолов, и он стал с ними разговаривать и сказал им «закиньте сети». Петр сказал, учитель, мы всю ночь ловили, ничего не поймали, но говорит, я по слову твоему, я закину сеть, и он закидывает сеть. Закинув сеть, они вылавливают много рыбы. И 8-й стих говорит, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал «выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого слова, от этого лова рыб, ими пойманных, также Иакова, Иоанна, сыновей Завидеевы, бывшие товарищами Симону, и сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человека». Следующее местописание – это та же книга Луки, 8-я глава, с 23-го по 25-й стихи. Во время плавания он заснул, на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности, и подойдя разбудили его и сказали «наставник, наставник, погибаем», но встав запретил ветру и волнением воды, и перестали, и сделалась тишина, тогда он сказал им «где вера ваша?» «Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветром повелевает и в воде, и повинуется ему?» И третье местописание – это Евангелие от Иоанна, последняя, 21-я глава, 18-й стих. Речь идет также о Петре. «Истина, истина, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припоясший тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и сказав себе, говорит ему, иди за мною». Три случая, связанные почти с той же самой компанией людей, с этими учениками, в большей степени с Петром. Вы знаете, одно из проявлений живой веры, живая вера, она всегда развивается в жизни человека, всегда. Вот когда мы приходим к Богу, с первого дня нашей жизни, вера живая, если это не суеверная вера, не суеверие, не мертвая вера, не вера в пустое, она имеет свойство прогрессировать и развиваться. Самое интересное, что я просто для себя разделил на три проявления, как вера проявляется в жизни человека. Первое. Вера, в первом случае, она проявлена, вера, как убежденность. Это вера, которая помогает мне убедиться в том, что тот, кто передо мной стоит, является великим. Петр вообще не имел большого представления об Иисусе Христе. Когда Иисус сказал ему, закинь сети, Петр, закидывая сеть, он, скажем так, он повиновался, он слышал, что это учитель. Он с уважением отнесся к нему, и он закидывает сети. Когда он закинул сети и выловил рыбу, он испугался. Написано, что они в ужасе пребывали. Они пребывали в ужасе и не могли понять, что происходит, почему так получилось. Иисус Христос не осудил его, потому что эта зачаточная вера, вот то, что только зачалось, только начинается в жизни человека, Бог видит ее и понимает, и написано, о льна курящегося, не угасит. И Петр не мог проявить свою веру, и Бог ему сказал, не бойся, ты будешь ловить человеков. Следующее местописание, которое мы прочитали, там уже речь идет об учениках, которые уже стали учениками Христа. Они пошли, переводчик не успевает, я буду медленнее, ученики пошли, значит, они следовали за Христом. Когда они попали в бурю, появилась ситуация, где им угрожала опасность, и они стали паниковать. Когда они паниковали, разбудили Иисуса Христа, он укротил бурю, но самое интересное, он уже дал им определенную, как бы такую обличительную речь. Он сказал, почему вы, где ваша вера, а почему так? Потому что между вот этими двумя случаями он воскрешал уже, он исцелял, он совершил достаточно много чудес. И они, видя все это, стали паниковать, и он задает им вопрос, где ваша вера? То есть вера фактически, которая была, как выглядела и проявлялась, как убежденность, я убедился, это Бог, я убеждаюсь, и Бог помогает мне убедиться в том, что он силен. Теперь перерастает в веру, которая выглядит, как доверие, она проявляется уже, как способность доверять тому, кого ты увидел в силе, я видел его в силе, и я ему доверяю. И Бог уже дал ему определенный упрек, им сказал, почему вы не верите? Следующее, вера, которая перерастает уже, она уже не просто убеждается, и Богу не нужно постоянно чудесами меня убеждать, что он силен. Вы знаете, мне не так давно прислали такую по WhatsApp, такую проповедь, там, значит, о силе слов, там что-то такое. Значит, и там проповедник этот проповедовал о том, что мы должны, мы должны сегодня просто исповедовать то, что Бог нам обещал. Если нет чудес в твоей жизни, если Бог, вот ты молишься об исцелении, а исцеления нет, то ты должен задуматься, что с твоей верой не так. И он пытался убедить, и он приводил примеры все, вот которые Иисус исцелял когда, он приводил примеры, да, это, значит, дочери Иаира, и других, и других, и других. Людей, но посмотрите, когда вы смотрите на все эти вещи, на все эти чудеса, какая у вас мысль приходит? Лично у меня приходит мысль, все эти люди, которых исцелял Бог, проявляя к ним милость, они вообще ничего о Боге не знали. Это не были утвержденные христиане, Бог проявлял милость, и Бог сегодня новообращенным дает много милости. Но Бог хочет, чтобы вера росла, потому что она живая, и вот из убежденности в том, когда Бог меня убеждает в том, что он силен, я прихожу к основанию своей веры, и мое основание утверждается, и теперь я уже не просто человек, который постоянно завишу от чудес Божьих, я человек, который уже имею задачу от Бога жить жизнью, доверие Ему, я доверяю Ему. Следующий этап веры, с которым, я так полагаю, человек переходит уже порог вечности, это вера, которая проявляется как верность. Иисус Христос говорит Петру, настанет время, когда другой поведет тебя, прострешь руки и припаяшь у тебя, и поведут тебя, и написано, давай разуметь, какой смертью он прославит его. Понимаете, вера живая, она возрастает, она всегда прогрессирует, она не стоит на месте. Вера же, которая как псевдовера, вера как мертвая вера, а есть такое явление, мертвая вера, у нее есть вид, как будто бы там что-то есть, но она не развивается. Человек как 10 лет назад пришел в церковь и спотыкался на мелочах, так он это и делает. Как 10 лет назад он боролся с теми какими-то проблемами, мелочами, он продолжает с ними бороться, эта вера ничего не производит в его жизни. Надо спросить и задать себе вопрос, это вера или это просто пустая, совершенно неживая вера. Если я годами, годами не могу справиться с одной и той же проблемой, если я не знаю Бога, как Бога могущего избавить меня от тех ситуаций в жизни, с которыми я до сих пор борюсь. Неужели, неужели так выглядит живая вера? Смотрите, у веры и суеверия разное основание. Вера, она основана на, она основана на любви и она основана на познании. Когда человек познает Бога, его вера утверждается. Если я познаю сегодня Христа, я утверждаюсь в вере. Вы знаете, когда люди пытаются совершить какую-то махинацию и сказать, как мне сделать так, чтобы моя вера росла? Может быть мне начать исповедовать что-то? Давайте начнем исповедовать, что я что-то имею. И люди ожидают, что в этот момент в них какой-то, вы знаете, шкала веры должна вырасти. Тем самым они говорят, что слова имеют такую великую силу, что если у тебя нет веры, ты просто скажи что-нибудь. Скажи, и вера появится. Но вера основана на познании. Вера апостолов, она, она утверждалась и она росла ровно пропорционально времени, проведенными с Иисусом Христом. Ровно пропорционально. Поэтому Бог, когда они возрастали в Боге, когда они проводили больше времени, справедливо спрашивал от них, почему вера ваша слаба. Когда только началось все, никаких проблем, но когда ты уже какое-то время увидел Бога любящим, сильным, милующим, заботившимся о тебе, неужели ты думаешь, что ты погибнешь? Твоя вера уже не растет и не живет как вера убеждения, это вера, которая действует как доверие. Посмотрите, как Бог по-разному отнесся к одному и тому же фактический вопросу, когда он, пришел ангел, благовествующий Захарии и Марии. С мужчин Бог спрашивает больше, а со священников еще больше, чем со всех остальных мужчин. Я помню, когда мне первый раз рукополагали, я трепетал, потому что я понимал, что вот сейчас Бог доверяет мне что-то, а я не могу себя назвать человеком, вот я сам себе не доверяю. Как мне может доверять Бог? Я успокоился, когда мне тогда сказали, что никто не чувствовал себя достойным. Когда второй раз рукополагали на президентской, я уже, я еще больше трепетал, потому что знал, Бог спрашивать с меня будет еще больше. Это не страх, но это благоговейный трепет, когда ты понимаешь, Боже, я теперь, у меня нет пути назад, я теперь буду стоять пред тобой, и если кто-то, с кого ты будешь спрашивать, да, я буду одним из первых. С Захарии Бог сказал, что у тебя будет сын. Захария задает справедливые вопросы, мы уже старенькие, какой сын, я не понимаю, тяжело поверить в это, но его можно понять, его можно понять, все надежды угасли. Бог ему говорит, за то, что ты не поверил мне, пока не родится и пока ты глазами не увидишь, ты будешь нем. Когда он пришел к Марии и сказал, что ты зачнешь в очреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус, она примерно сказала, как это будет, я мужа не знаю. А Бог сказал, сила Всевышнего найдет на тебя. Захария предстоял пред Богом, это был священник, более того, первосвященником был. Он знал кое-что о Боге, о законе Божьем, о чудесах Божьих. И Бог спрашивал с него больше. Вера, она растет, и она на познании Бога, она ровно пропорционально в жизни человека утверждается. Ровно пропорционально с его временем, проведенным с Богом. Суеверие же, да, или пустая, мертвая вера, это вера, которая основана только лишь на страхе. А страх, он рождается от того, что человек не знает, что будет дальше. Он не познает Бога. Он настолько далеко, вы знаете, в чем отличается страх Божий от суеверного страха? Страх Божий, он основан на знании Бога. Я знаю Бога, поэтому я трепещу перед Ним. Я знаю святость Божию, я приближаюсь к Нему. Исайя, когда увидел Бога, он говорит, я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. Когда люди встречались с Богом, у них появлялся тот самый настоящий Божий страх. Он приходил от того, что люди знали Бога, познавали Его. Суеверный страх, он от того, что человек наоборот, Бога не знает. Он не знает, что от него ожидать. Он не знает, как Бог отреагирует. И казалось бы, ну как можно судить человека за то, что он не знает? Но дело в том, что если, допустим, языческий мир, вот я люблю историю изучать и читаю иногда, вот время, когда, допустим, даже славянские народы жили в язычестве. Сколько мрака, суеверия, сколько ужаса всех этих было там. Люди приносили в жертву детей, люди делали страшные обряды, потому что они трепетали перед кем-то, они не знали. Ударил гром, и они не знают, что там, они невежды. Они не понимают, они не знают. Никто им не сказал, что это просто небесное явление, что оно не воодушевлено, что там нет за ним никакого разума. Это определенность течения, как бы, да, каких-то там климатических обстоятельств. Они не знают, они просто поклоняются этому, дают в дар своих детей, чтобы задобрить богов. Но Бог не прячется. И если в язычестве люди были шаманы, которые стояли между обществом и народом, и они стояли, их задача была не допустить народ к ведению. Как только появлялись люди, которые хотели просветить народ, шаманы восставали против них. Потому что люди не должны были знать правду, но с Богом не так. Потому что Бог по своей натуре не прячется от человека. Он говорит, вкусите и познайте, как благ Бог. Бог говорит, и несколько мест священного писания, сокращая время, не буду называть их, там написано так, доколе невежда ты будешь любить невежество. В отношении Бога невежество не является, вы знаете, как бы, уважительной причиной. Я боюсь Бога, я не знаю, что он хочет от меня. Я боюсь его. И у суеверных людей есть талисманы. Вы знаете, когда народ, когда вера перестала расти в народе израильском, когда они отдалялись от Бога, то змей, который их спасал от ядовитых змей, в последующие годы они называли его Нихуштан и стали кадить ему. Он потерял силу, а они ходили с ним. Однажды они потерпели поражение. Когда потерпели поражение, стали думать, интересно, в чем же причина, почему мы проиграли. О, когда наши отцы ходили, они носили с собой ковчег завета. Давай его возьмем? Давай. Пришли. Они не думали, что они поражаемы, потому что в грехах живут. Они принесли ковчег, пошли с ним, и полегло в 4 или в 5 раз больше. Человек думает, что у него есть какой-то талисман. Вот человек суеверный, там есть какой-то оберег, и он носит его. К сожалению, бывает так, что нашим оберегом является молитва. Человек, не познающий Бога, он, знаете, он как будто бы, он не ищет Бога в молитве. Он хочет как бы молитвой защититься. Вы когда-нибудь слышали такое, когда говорят, помолимся в дорогу, чтобы с нами ничего не случилось? Мы действительно доверяем Богу, мы хотим молиться, и мы просим, чтобы ничего не случилось. Но если мы пытаемся молитвой защитить себя, вот просто именно как оберегом, или как одна мама сказала своему ребенку, говорит, не помолишься перед едой, подавишься, и в ад попадешь. Разве потому он подавится и попадет в ад, если он не помолится? Или он должен молиться, чтобы благодарить Бога за это? Или он молится за еду, чтобы сказать, Господи, я благодарен Тебе за пищу, которую Ты мне дал? Не так давно была конференция, по-моему, в Польше, сильное слово было, благословенное время. Молодежь разъезжалась по домам, вышли братья, служители, помолились за всех в дорогу и благословили. Одна машина поехала и попала в аварию, где погибли молодежь, погибла, по-моему, одна сестра. Знаете, в такие моменты, мы, знаете, люди, которые доверяют Богу, они говорят, ну, Бог, Бог все-таки, у Бога есть все-таки свой план. А люди, которые верят не в Бога, а в силу своей собственной молитвы и своих слов, они начинают искать причину, кто недомолился, кто. Неужели все, которые погибли в авиакатастрофах, в автомобильных катастрофах, были люди, которые просто не помолились в дорогу? Да, конечно же, нет. Есть знаменитая история, кто-то озадачился и даже распространил ее в недавнее время по мессенджерам. История про одного человека, которого звали Джон Харпер, это был английский проповедник. Его пригласили в Америку, он поплыл туда в одну церковь, чтобы проповедовать со своей маленькой дочкой. Вот, несколько, может, лет семь было или шесть. Он поплыл с ней в Америку и сел на пароход под названием Титаник. Церковь его благословила, помолились за него и отправили его в дорогу. Он поехал туда проповедовать Евангелие. Когда Титаник стал тонуть, все спасались. Он знал, что у него нет шансов на спасение, потому что он не был богатым человеком. Шлюпки были для богатых. Он договорился с кем-то, посадил свою дочь на шлюпку. А сам остался на тонущем пароходе. Вместо того, чтобы искать спасение, он плавал между этими людьми и кричал, «Тебе завтра встречаться с Богом. Дорогой друг, ты готов? Хочешь ли ты, чтобы я за тебя помолился?» Люди, которые видели его, свидетельствовали, что все в агонии кричали просто в бешенстве, в страшных муках, просто в страхе кричали, умирали. А этот человек оторвал где-то кусок какой-то плавающей штуковины, плавал на ней и кричал. Подплывая от одного человека к другому и говорил, «Ты готов встретиться с Богом? Если ты хочешь, я за тебя помолюсь. Пока я жив, я могу за тебя молиться и проповедовать тебе». Через некоторое время, когда некоторых спасли, в Канаде было служение в церкви, и встал один человек, который свидетельствовал об этом Джонни Харпере. И он сказал, «Я был последний, кому он проповедовал Евангелие, и я покаялся». Посмотрите, воля Божья, она выше, чем сила и вера наша в нашу собственную какую-то даже молитву. Над всем стоит воля Божья. Мы не можем сделать молитву своим талисманам и сказать, «Бог ничего не может со мной сделать, потому что я уже помолился». Нет, есть вещи, которые выше, и Бог суверен. И есть моменты, где нам тяжело что-то объяснить. Нам тяжело сказать, почему именно так произошло. Но мы понимаем, что Бога есть... Это путь, по которому Бог ведет, и это доверие Богу. Бог доверяет, я доверяю Богу. Я доверяю. Я не могу объяснить всю природу испытаний. Я просто Ему доверяю, потому что я знаю, Бог не ошибается. Он творит все, что нужно. Понимаете, и вот эти моменты, они заставляют немножко как-то нас, да, может быть, трепетать в сердце. Но самое интересное, что этот человек не был огорчен на Бога. Вместо того, чтобы думать, как так получилось, мы молились всей церковью за нашу поездку, а теперь я не доплыву и не совершу дело, для которого был послан. Он понимает, что его главная задача умереть вместе с людьми, которые здесь, но я-то спасен, а они нет. У Божьего человека нет вообще никакого огорчения на Бога. Он не говорит, Боже, я же молился, а ты меня не сохранил. Он понимает, что в моей мысли не так высоки, как в Божьей мысли. И если Бог решил, что я должен умереть на Титанике, я умру там, но я должен спасти как можно больше людей. Последний пример, который я расскажу, в джунглях Южной Америки в 70-е годы трудился богобоязненный молодой человек, которого звали Брюс Уилсон. Это был человек, который приехал туда, многие годы он посвятил одному из самых жестоких племен, матилонов. Он отдал свою жизнь просто на служение этим людям. Бог совершил великие чудеса через него там, и много людей покаялось через него. Он был молодым, неженатым, и у него были мысли о том, как устроить свою жизнь. И вдруг появляется одна молодая девушка, о которой он свидетельствовал, она уверовала. И она была так захвачена просто желанием тоже вместе с ним трудиться там. И он смотрел на это все и понимал. Вот Бог, я молился, и Бог послал мне девушку, которая согласна жить в джунглях среди этих первобытных племен. И у них все шло дело к свадьбе, когда к нему пришла телеграмма, что она разбилась в своей катастрофе. Вернее, в автомобильной катастрофе. Он сильно переживал, но он сказал, я думал, что это та, которую Бог мне дал для того, чтобы мы провели с ней жизнь, состарились и служили матилоном. А это была, оказывается, та, которой я должен был засвидетельствовать, чтобы она, умирая, не попала в ад. Божий человек, это человек, который выше своей воли и выше всего ставит волю Божию. И когда он даже не может понять, что происходит, он просто доверяет. Вера, Бог сначала убеждает меня в своей святости, в своей силе, в могуществе своем, а потом постепенно он приводит меня в состояние, когда я, когда учит меня доверять ему. Не всегда говорит, почему он делает это, но учит доверять. А потом он приводит человека к верности. Стефан, который стоял на коленях, побиваемый камнями, он не говорил, Боже, как так? Я только начал жить, у меня прекрасные способности. Я должен был еще жить и много служить тебе. Он просто предавал свою жизнь в руки Отца, потому что знал. Всем кажется, что наша жизнь начинается, а Бог считает, возможно, в жизни кого-то, что твоя жизнь заканчивается. Даже когда ты молодой. И если ты сегодня живешь верой, у тебя уже, может быть, 10, 12, 20 лет в церкви, а ты все равно хочешь, чтобы Бог продолжал тебя убеждать чудесами. Это вера, возможно, которую можно смело назвать суеверием. Она не растет, она мертва. Мне поручили сегодня призвать к покаянию, может быть, людей, которые желают сегодня, чтобы в их жизни что-то изменилось. Вы знаете, мы можем думать и размышлять над тем, ну что, если я выйду, что конкретно изменится в моей жизни. Знаете, публичное признание своей слабости, это все равно, что в какой-то мере похоже, может быть, чем-то на исповедание, когда мне приходится сказать кому-то. Все думают, что я хорош, но я просто прихожу и говорю кому-то. На самом деле все не так. На самом деле моя вера хромает. На самом деле я являюсь человеком, который только и хочет, и только и ждет от Бога, чтобы он продолжал меня кормить чудесами. Знаете, давайте ответим себе на вопрос. Моя молитва за что-либо-то, за что угодно, ощущаю ли, думаю ли я о том, что это моя страховка, или я все-таки доверяю Богу? Может ли Бог поступать в моей жизни, как Он считает нужным? Или я своей верой сковал Его волю? Да, как сегодня некоторые продвинутые церкви говорят о том, что ты можешь заставить Бога действовать так, как хочешь, потому что Он дав однажды свое слово о том, что будет, кто будет веровать, тому все будет. Ты можешь как будто бы поставить у Бога в неудобное положение и заставить Его действовать, как хочешь, как хочешь ты. Пусть Бог благословит, если у вас будет такое желание сейчас, во время молитвы, вы можете выходить вперед. Если ты признаешься сам себе, говоришь, Боже, я давно не чувствовал. Вы знаете, вот есть такое ощущение, да, вот одежка по размеру, а потом она становится меньше и меньше. Мы вырастаем, у нас одежда может носиться годами, а дети, они постоянно, им покупаешь новую одежду. Вот если, может, в твоей жизни, в духовной жизни, ты настолько давно ходишь в этом пиджаке, в этих брюках, и ты чувствуешь, что ты не растешь больше. Десять лет назад тебе вот эта вот распашонка детская была как раз, и сегодня то же самое. Что-то должно произойти в жизни. Я должен от убежденности перейти к верности. Да благословит Господь, мы будем молиться. Благословит Господь, мы будем молиться. Благословит Господь, мы будем молиться. Благословит Господь, мы будем молиться.